Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Не так давно я рассказывал вам про такой интересный материал, который называется вермикомпост. Вот ссылочка выскочила, посмотрите. А сегодня я хочу про другой рассказать, который называется вермикулит. Чувствуете, что-то общее есть в этих названиях? Вермикулус по-латински означает червяк. Вы спросите, вермикулит это тоже что ли производство червей, продукт червей? Нет, не совсем так, но тем не менее с червяками связано. Дело в том, что это минерал вермикулит. Это природный материал, который при нагревании, нагревает его до 1000 градусов где-то, так вспучивается и превращается вроде бы в каких-то червячков таких по форме напоминающих. Ну а потом расслаивается на отдельные чешуйки. Материал широко используется в строительстве. Делают из него легкие бетоны, как наполнитель идет, как наполнитель для производства обоев, как наполнитель для производства красок, каких-то специальных штукатурок декоративных. Из него делают какие-то теплоизолирующие и звукопоглощающие материалы. В общем, вещь нужная. А вы спросите, для чего нам садоводам? У него есть отдельное очень интересное качество. Он способен активно накапливать влагу, а потом постепенно ее отдавать. И вот это свойство в садоводстве очень активно используется. Давайте откроем и посмотрим, что это такое. Ну вот, это такие гранулы, причем очень-очень легкие. Вот давайте сегодня вспомним о том, как мы его можем использовать. Как я уже сказал, можно использовать для улучшения почвы. Дело в том, что помимо того, что он накапливает влагу активно и потом ее плавно отдает, он еще и разрыхляет почву. Поэтому, если у вас на участке тяжелая глинистая почва, в которой все плохо растет, потому что она плотная, корням там тяжело развиваться, вы можете добавлять вот этот самый вермикулит. Таким образом разрыхляет эту почву. Если же у вас почва, как у меня здесь на участке, слишком бедная, такие песчаные, ну, совершенно непитательные, вот поливаешь такую почву, и вода уходит, и, естественно, все удобрения очень быстро уходят из зоны корней, добавка вот этого вермикулита способна сделать ее влагоемкой. То есть, ну, попросту говоря, поливать, конечно, придется гораздо меньше. То есть, по большому счету, внесение вот этого вермикулита в почву очень хорошо можно ее улучшить. Сколько его вносить, спросите вы? Ну, в принципе, много не бывает. Дело в том, что есть даже варианты выращивания растений в чистом вермикулите, ну, на гидропонике так называемой. Ну, для нас это, конечно, слишком дорого получится, но, вот, уверяю вас, не менее 25%, если внесете, будет очень хорошо. 25% от объема, вот той самой грядки, которую вы хотите улучшить. Очень хорошо в нем вермикулите проращивать семена. Дело в том, что, ну, фактически материал стерильный, после термообработки, то есть, никаких инфекций, болезней, там, насекомых вредителей в нем нет. Семена очень хорошо в нем прорастают, потому что они ни в коем случае не пересохнут. Опять же, вот это свойство постепенно отдавать влагу. Очень хорошо в нем можно высаживать в него, вернее, рассаду. Вот выращивали весной рассаду, потом сажаете ее в грядки. В каждую посадочную луночку вносите, ну, 3-4 столовых ложки вот этого самого материала. Отлично ваша рассада будет приживаться. Земля станет пушистой, корни там будут очень хорошо и легко развиваться. И, опять же, постоянное накопление влаги в нем и постепенная плавная отдача этой влаги будет способствовать тому, что рассада будет хорошо, равномерно развиваться, не испытывая стрессов. Если вы, скажем, забудете ее вовремя полить или, наоборот, перельете ее. Кстати сказать, вот внесение вермикулита в почву, чем еще хорошо? Почва, как я сказал, разрыхляется, и в ней, ну, когда она рыхлая, такая воздушная становится, в ней гораздо лучше начинают чувствовать себя вот эти самые полезные микроорганизмы, которые в почве живут. Вот в плотной почве, в уплотненной, в такой, в бесструктурной, как это называется, микроорганизмы чувствуют себя очень плохо, и их там мало. А вот в такой почве их будет много, соответственно, они будут хорошо там работать, соответственно, будут снабжать необходимыми элементами наши растения, у них будет хорошая корневая система, хорошая крона, хорошее цветение, хороший декоративный вид и хорошее плодоношение. Кстати сказать, когда я рассказывал о внекорневых подкормках, я сказал, что растениями усваивается где-то 30, ну, максимум 40% вносимых подкорни удобрений. Остальная часть вымывается, остальная часть с осадками, с поливами уходит из зоны корней, не работает, они, мало того, не работают, они загрязняют окружающую среду. Вот этот материал, помимо того, что он накапливает влагу, ведь он может точно так же накапливать и влагу с растворенными в ней минеральными какими-то, ну, или органическими удобрениями, и потом постепенно отдавать корням. То есть эти удобрения не будут растекаться, не будут куда-то уходить в нижние слои и загрязнять окружающую среду, они будут оставаться именно в зоне корней долго и постепенно впитываться нашими растениями. В вермикулите очень хорошо можно укоренять черенки. Вот, ну, я черенки часто укореняю, много разных растений. Есть видео на эту тему. Ну, кореня обычно в смеси земли, какой-то с песком, сейчас вот стал землю с торфом использовать. Очень хорошую смесь можно сделать, если смешать в равных количествах. Вермикулит и торф, нейтральный торф. Получится смесь рыхлая и при этом питательная. Почему питательная? Дело в том, что если мы посмотрим на упаковочку, мы увидим, что вермикулит – это минерал, который еще и богат веществами всякими, минеральными. В нем есть магний – 10-14%, калий – 3-5%, кальций – около 2%, марганец – около 1%, железо – около 6%, кремний – 34-36%. В общем, все те вещества, которые жизненно необходимы нашим растениям. То есть, когда будут укореняться черенки, когда в этой смеси будут прорастать семена, когда будет расти рассада, когда будут расти взрослые деревья, они помимо того, что будут хорошо чувствовать себя там корни, они еще и будут получать дополнительное питание вот именно из этого самого материала. Очень хорошо вермикулит можно использовать для горшечных или контейнерных культур. В принципе, есть три варианта. Вы можете просто сделать рыхлую такую смесь земляную, куда добавить вермикулит. Можете использовать его в качестве дренажа, вниз выложить его слоем. Он будет накапливать влагу, и потом постепенно эта влага по капиллярам, вот этим вот, которые внутри земляной смеси будут подниматься к корням. Можно просто ним замульчировать почву. Это будет, в принципе, и красиво. И, опять же, это будет способствовать накоплению влаги и постепенной отдаче. То есть, основное свойство вот это – накапливать и плавно отдавать. Кстати сказать, если вы покроете, сделаете мульчирование вот этим материалом контейнерных культур, коршечных, у вас не будет на поверхности образовываться, ну, как часто бывает при переливах, особенно мох начинает расти, какой-то плесень образовываться, соли какие-то здесь скапливаться. Вот этого всего не будет. И, кстати, никто не запрещает мульчировать вермикулитом и взрослых, так сказать, братьев наших комнатных цветов. Это я имею в виду кустарники ягодные, декоративные, которые растут на участке, и плодовые деревья, в том числе, и декоративные. Что для этого нужно? Ну, естественно, перекопать приствольный круг, поубирать все сорнячки, рассыпать ровным слоем вермикулит и слегка-слегка заделывать его в почву. Видите, он очень легкий, его ветром буквально раздувает моментально. Вот. А в почву заделать, он будет там хорошо держаться и будет впитывать влагу. Сколько? Ну, на плодоносящее дерево где-то, наверное, литров 6-8 надо использовать на приствольный круг. На кустарники, ну, где-то литра 3-4. Вот это будет нормально. Вот. Ну, и есть еще одна область использования вермикулита. Это хранение в нем посадочного материала и, собственно говоря, нашего урожая. Вот это его способность впитывать влагу. Он ведь не только при поливах ее может впитывать. Он может впитывать ее из окружающей среды. Вот в наших подвалах частенько бывает влажно слишком. Если вы храните луковицы каких-то там пюльпанов, нарциссов, можете переслаивать, укладывать слоями, переслаивать вермикулитом засыпать. Отлично будет храниться. Никаких гнилей там не будет. Точно так же можно сохранять урожай яблок, груш в подвалах, морковки, там чего-то такого. Пересыпая все это сантиметров 5 толщиной вермикулитом. В общем, материал хороший. Материал, что самое интересное, долговечный. То есть, использовали его, потом засунули в духовку, прокалили как следует градусов 200-250 и можно опять повторно его использовать. Смысл в том, что при нагревании при высокой температуре в нем образуются поры, вода уходит и потом при поливах, наоборот, вот эти поры активно заполняются водой. Вот такой хороший, в принципе, недорогой совершенно материал для садоводства. Ну, а второй материал, про который я хотел вам рассказать, они чем-то похожи. Это керамзит так называемый. Ну, продается для садоводов, он под названием дренаж керамзитовый. На самом деле, вполне подойдет и обычный строительный керамзит. Тоже материал, который пришел к нам из строительства, используется для легких бетонов, для того, чтобы облегчить, если надо где-то, чтобы не сильно тяжело это все весело. Потому что сам по себе материал очень легкий. Это специально запеченная глина. Глина, причем имеющая поры. И вот эти поры точно так же активно могут заполняться водой и потом точно так же активно работать. Вот он. Так это выглядят, такие крупные катышки. Самое главное, что он очень легкий. Как его можно использовать в садоводстве? Да точно так же, фактически. Ну, наверное, в грунт его замешивать в такой фракции крупную не стоит, но из него можно делать дренаж. Если вы, например, сажаете саженцы какие-то крупные, даже плодовых деревьев, и знаете, что грунтовая вода у вас стоят достаточно высоко, то есть может быть замыкать корни, копайте яму поглубже и низ ее укладывайте вот этим самым керамзитом. Он будет на себя брать большую часть воды, а корни будут находиться в более комфортных условиях. Точно так же можно его как дренаж использовать при посадке контейнерных и горшечных культур, опять же. Причем это удобно тем, что вот вы, скажем, уезжаете, вы поливаете растения, влага скапливается в нижней части, впитывается вот этим самым керамзитом, насыщается ним, вы уехали в отпуск. А влага это потом постепенно по капиллярам, опять же, вот этой почвенной смеси поднимается к корням. Можно использовать для мульчирования, прикрывать растения сверху и горшечные какие-то, и которые растут у нас на участке. Во-первых, это красиво, на фоне керамзита отлично смотрится, особенно там хвойные какие-нибудь зелененькие растения, они очень хорошо смотрятся. Во-вторых, он закрывает почву от перегревания, от растрескивания, особенно жаркими летними днями. Ну и плюс через него не растут сорняки, в общем-то, и вид, конечно, очень такой хороший и благородный становится. Да, ну и еще одно интересное свойство, когда мы делаем вот эти все горшки, ладно, маленькие горшки, да, их в принципе не тяжело понимать, но если высаживать растения в большие контейнеры, я вам показывал когда-то видео про умные контейнеры, а вниз нужно накладывать дренаж, рекомендуется во всяком случае, хотя многие оспаривают это. Так вот, если положить дренаж из чего-то, ну, битый кирпич, там, щебень, галька, все, что рекомендуется в таких случаях, то горшок и так сам по себе тяжелый, большой, наполненный землей, наполненный еще и вот таким дренажом, будет вообще неподъемный. Добавка керамзитового дренажа абсолютно не повлияет на его вес, он легкий материал. Вот, единственная проблема, с которой я столкнулся, в продаже в садовых магазинах есть только вот какие-то маленькие упаковки и того и того. Его мне нужно вот лично достаточно много и керамзита, и вермикулита. Ну, керамзит можно купить в строительном магазине, но там проблема в другом, там большие мешки 60-литровые, которые весят 20 килограмм, ну, я не имею машины, в принципе, притащить к себе в село сюда домой просто не в состоянии. Вот чего-то среднего такого, килограмм на 5, на 6, на 10, в конце концов, я пока не нашел. Повторюсь, мне его будет нужно много, для чего? Наберемся терпения, скоро я вам обязательно покажу в одном из своих ближайших видео. Есть у меня интересный вариант. Ну вот, собственно, на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, интересуйтесь вот такими, ну, уже не новыми, но тем не менее, пока еще мало используемыми материалами на наших участках. Всего доброго!